какую дату выбрать для бракосочетания чтобы прожить счастливую семейную жизнь свадебный гороскоп на 2024 год 2024 год високосный и вокруг него существует множество суеверий примет и традиций особенно в отношении бракосочетания некоторые влюбленные избегают вступления в брак в високосный год считая что это может принести несчастье в будущем тем не менее существует также поверье что только в високосный год женщины имеют право делать предложение мужчинам астролог марина скади предоставила общую характеристику предстоящего года разбитую по месяцам это позволяет парам планирующим свадьбу самостоятельно выбрать наиболее подходящий месяц и день для своего важного события январь лучшее время для заключения брака в январе наступает в третьей декаде месяца эти дни обладают энергией предвестником долгосрочных перспектив и умиротворенной семейной жизни февраль в целом февраль благоприятен особенно его 2 и 3 декады не стоит беспокоиться из-за того что в 2024 году в феврале 29 дней важно подходить к выбору даты с учетом реального влияния небесных тел на события отбрасывая все вымышленные предрассудки и старые привычки март особенно благоприятными днями будут считаться с 12 по 24 марта в это время венера планета любви находится в своей наилучшей позиции вступая в знак экзальтации поздно вечером 11 марта и продолжая свое влияние до лунного затмения запланированного на 25 марта это астрологическая конфигурация создает гармоничную энергетику для влюбленных и обещает благоприятные перспективы для счастливой семейной жизни апрель весенний период затмений завершится новолунием 8 апреля которая совпадает с солнечным затмением с 9 апреля по 26 апреля наступит период ретроградного меркурия что может быть важным для тех кто вступает в брак во второй раз имеет ретроградного меркурия в своей натальной карте или если кто-то из будущей пары уже состоял в браке с 9 апреля и до конца месяца общая энергетика будет благоприятной для свадебных торжеств но рекомендуется учесть индивидуальной особенности личных гороскопов май до 24 мая венера проходит по тельцу знаку которым она управляет этот транзит ассоциируется с изобилием и уравновешенными отношениями что создает благоприятную обстановку для заключения официальных союзов оптимальные дни для этого начинаются с 9 мая июнь с новолунием 6 июня наступает благоприятный период для заключения брака от 17 июня общая позитивная энергетика усиливается поскольку венера переходит в знак рака самый нежный и семейно настроенный знак зодиака 29 июня влияние негативной кармической точки начинает проявляться в знаке весы отвечающим за любовь вопросы взаимоотношения брак этот транзит продлится 9 месяцев делая первую половину 2024 года более благоприятный для вступления в семейную жизнь если у вас уже есть соответствующие планы рекомендуется не откладывать их перемещение через весы управляемые венерой может вызвать кризис в отношениях где супруги перестают удовлетворять друг друга ожидается увеличение числа разрывов расставаний разводов в несколько раз по сравнению с предыдущими годами август август преимущественно будет отмечен ветроградным движением меркурия с 5 по 28 августа но это не является преградой для тех кто вступает в брак впервые случае возможности лучше выбрать дату свадьбы до или после периода ретроградности меркурия для тех кто уже имел опыт брака август предоставляет благоприятные условия но следует учитывать что транзит черной луны весомо влияет на атмосферу в сфере отношений сентябрь сентябрь в 2024 году представляет собой период с ограниченным количеством подходящих дней для бракосочетания поэтому тем кто решит выбрать этот сезон рекомендуется обратиться к астрологу для подбора подходящей даты случае неотложной необходимости в сентябре лучше выбирать дату в интервале с 4 по 17 сентября октябрь октябрь в 2024 году характеризуется осенним коридором затмений с 18 сентября по 2 октября что может привести к неприятным событиям в сфере взаимоотношений этот период в том числе из-за возвращения плутона в знак козерога с 2 сентября по 20 ноября может стать временем завершения отношений рекомендуется раздумать о браке в первой половине 2024 года особенно после солнечного затмения 2 октября с 18 октября до конца месяца общий фон становится относительно благоприятным венера хотя и находится в изгнании в скорпионе до 18 октября с этой даты начинает транзит по стрельцу создавая атмосферу торжества поддерживая оптимизм и веру в светлое будущее ноябрь ноябрь является наилучшим временем для бракосочетания в течение всего осеннего сезона особенно в его третьей декаде венера начиная с вечера 11 ноября вступает в транзит по знаку козерога создавая умеренно континентальный климат в области личных взаимоотношений этот месяц идеально подходит для тех кто уже не молод и решил официально соединить свои жизни декабрь декабрь является подходящим месяцем для бракосочетания при условии что внезапное появление мужчины из прошлого не станет причиной отмены этого события 7 декабря начинается период ретроградного движения марса оказывающего особое влияние на мужчин некоторые становятся нерешительными отступают в то время как другие вспоминают бывшую жену или девушку и бегут к ней несмотря на ее текущее отношение наиболее благоприятные дни в декабре наступают после зимнего солнцестояния 21 декабря тем не менее следует учитывать что черная луна проходит через знак весы акцентируя кармические аспекты взаимоотношений в период ретроградных планет эти темы особенно ярко выражены что может повлиять на события личной жизни прошлого и возможно оказать воздействие на текущее отношение в 2024 году звезды обещают разнообразные и динамичные изменения в сфере отношений для различных знаков зодиака от благоприятных периодов для бракосочетания до вызову связанных с ретроградными движениями планет гороскоп указывает на важные аспекты которые следует учитывать при принятии решений в личной жизни бережно выбирайте временные рамки для ключевых событий учитывая астрологические влияния и готовьтесь к возможным вызовом и благоприятным периодом которое принесет 2024 год друзья независимо от того верите ли вы в гороскопы или нет они существуют веками многие поколения смотрели на звезды и движения планет чтобы улучшить различные аспекты своей жизни вы много можете узнать из своего гороскопа сформировать вашу точку зрения улучшить свою жизнь подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях мы вас любим до новых встреч благодарим за просмотр